Что касается быта городов Западной России, то здесь продолжается прежнее явление распри горожан с бурмистрами, рацами, воеводами, князьями, панами и боярами, потому что, быть может, нигде в то время презрение власти и закона сильными людьми не доходило до такой степени, как в Польше и Литве. Мы видели, что жители Вильны в распри со своими бурмистрами и рацами требовали изменения в старом городовом уставе. Король Сигизмунд I не согласился на это, оставил все по старине. Но недовольные нашли средство привлечь на свою сторону королеву Бонну, и по ее настоянию, как говорит сам король, он в 1536 году приказал ради и поспольству выбрать из среды себя верных смышленных, изучивших немецкое магдебургское право людей, которые бы решили споры, а в каких статьях не могли согласиться, те передали бы на решение королевское. Вследствие этого составлен был и подтвержден новый городовой устав следующего содержания. По-прежнему должно быть в городе 24 рации и 12 бурмистров, половина римского и половина греческого закона. Из них ежегодно два бурмистра, один римского и один греческого закона, и четыре рации, два римского и два греческого закона, должны быть на степени присутствующими, сидячими и получают жалования. Бурмистр по 20, а рация по 10, об грошей. Городовое имущество, доходы и расходы ведают четыре шафера. Двоих из них выбирает рада из среды себя, а двоих выбирает радыш из поспольства таким образом. Поспольство выбирает восемь человек и ставит предрадую, которая из них выбирает двоих. Шаферы обязаны ежегодно составлять отчеты, причем должны необходимо присутствовать два члена рады, остальные же как хотят. Должны присутствовать также из цехов по одному мастеру, которых выбирает рада. А поспольство выбирает из купцов и других веленских горожан, постоянно здесь живущих, 18 человек. А рада выбирает из них шесть человек. Эти выборные из поспольства и цехов по выслушании отчета присягают, что не будут разглашать об имуществе и таемницах городских. От казны и привилегий городских должны быть четыре замка и четверо ключей. Двое ключей у бурмистра степенного веры римской и двое греческой. Казна эта может употребляться только на общие городские потребности. Рада рассуждает о своих делах с бурмистрами в одной избе, а лавники-целовальники сидят и судят са-войтом в другой. Разве только когда рада пришлет за лавниками для каких-нибудь общих дел, тогда лавники приходят к раде. Лавники имеют свою печать, которую король дает им навсегда. Таким образом, сидя в разных избах, рада и лавники не будут мешать друг другу. В бурмистре радцы и лавники не могут избираться вместе отец с сыном и родные братья. Также не может отец сидеть в раде и сын его в лаве. Или один брат в раде, другой в лаве. Каждый четверг в положенный час рада должна собираться в ратушу, и если кто не явится, тот платит штраф. А если по чьему-либо отсутствию не дойдет правды простому человеку, тогда виновный должен быть наказан по закону. Послы, пришедшие от города и на городском иждивении государю, не должны в то время заниматься своими или чьими-нибудь другими делами, кроме общих городских. Когда послы возвратятся от государя назад в город, тогда рада созывает поспольство, и послы перед раду и поспольством должны объявить, с чем приехали от государя. Рада и поспольство должны стараться, чтобы по возможности все было готово к обороне против неприятеля, пушки, ружьи и тому подобное, чтобы каждый мещанин, горожанин имел свое ружье, рогатины, ведра, топоры. Если случится пожар, то каждый мещанин обязан бежать гасить огонь, а бурмистры, степенные, обязаны принуждать к этому народ. Во время поветрия добрые люди должны наблюдать, чтобы люди не умирали без завещаний. Рада должна заботиться о снабжении города водою, о том, чтобы мясники не били нездоровый скот и не продавали. Должна скупать на городские деньги хлеб на случай голода или осады. Должна наблюдать за весами и мерами купеческими. Все ворота городские рада должна иметь под своим ключом и надзором. Кто захочет выйти из-под магдеборгского права и поддаться под другое право, тот должен прежде продать свое недвижимое имущество мещанину, ратуше послушному. Рада без поспольства не может налагать никаких новых податей. Человек, пришедший откуда бы то ни было и проживший в Вильне шесть лет, не может быть оттуда выведен, не потревожен никаким правительственным лицом под страхом платежа 500 коп грошей штрафа. Одинакие финансовые побуждения заставляли правительство как Восточной, так и Западной России блюсти за тем, что посадские люди или мещане не выходили своим недвижимым имуществом из сословия тяглых людей, ибо казна лишалась через это доходов. Остальные же горожане чувствовали большую тягость при исполнении разных общегородских обязанностей. До сведения короля Сигизмунда дошло, что многие дамы Вильне выходят из послушания городовому правлению. Одни через тайные соглашения и записи, правительству не объявленные, другие через супружества со вдовами и девицами дворянскими или служебников панских, через подданство ремесленников в оборону панам, родным и другим правительственным лицам, отчего доходы королевские и городские очень уменьшаются. Король в 1553 году приказал Войту и Рацам внимательно наблюдать, чтобы никто ни под каким видом не высвобождался из-под городского права и под присягую доносить об этом ему, королю. А он, дамы и фольварки таких ослушников, будет отбирать и отдавать на городские потребности. Но в том же году Войт, Бурмистры, Раццы и все мещане жаловались королю, что многие дворяне, бояре и панские, слуги, взявшие в приданное за женами мещанские дома, не хотят вместе с мещанами нести никаких городских повинностей. Король написал воеводе Виленскому, чтобы все домовладельцы, какого бы звания ни были, исполняли все городские обязанности. Но через 10 лет приказ королевский был забыт, и Сигизмунд Август должен был повторить по нам, радным, чтобы они не принимали к себе мещан Виленских с их домами. В 1568 году Сигизмунд Август в награду за верность, оказанную особенно в военное время, дал шляхетские права всем мещанам Виленским, занимавшим правительственные должности в городе. Права эти передавались и детям их, если последние не запятнали себя низкими ремеслами. Из новой грамоты на магдебургское право, данное Полоцкубаторием в 1580 году, узнаем, что Войтом обыкновенно был здесь воевода. Несколько раз Войт, бурмистры, рации, и все поспольство Виленское жаловались королю на притеснения, которые им делаются при раздаче квартир по стояльцах, дворянам и слугам королевским, панам, радным и чиновникам, послам своим и чужеземным, когда все эти лица приезжали в Вильну во время пребывания там короля. Забирают лучшие комнаты, хозяина с женою и детьми выгоняют, пожитки их и скот забирают. Поместится хозяин с женою и детьми в одной светлице, и туда часто становят постояльца. И все это делается не для того, что постояльцу нужна квартира, а для того, чтобы взять с хозяина деньги. Не захочет откупиться, так и терпи. В 1568 году король приказал, чтобы квартиры расписывались непременно в присутствии двух городских радцев, и чтобы не отводить квартир никому, у кого есть свои домы в городе. В 1539 году вследствие жалоб жителей Черкасс на своего старосту было определено, что они обязаны давать на городовую старожу по два гроша с каждого человека, который ест свой хлеб. Ежегодно должны давать старости по возу сена с каждого двора. Мед возить в Киев на продажу не могут, но должны продавать его на месте старости по 85 грошей кадь. Будет ли он дешев или дорог? Могут сытить ежегодно 8 канонов, по две кади каждый раз. К Рождеству Христову, к Великому Дню, к Святому Ильи, к Спасу, к Успению Пречистой, к Рождеству Пречистой, к Святому Михаилу Архангелу, к Святому Николе. С пасек старости ничего не дают. Что касается уходов по Днепру бобровых и рыбных, то староста отпускает их на эти уходы из доли, на какой с ними условится. Осенью, когда колодки на бобров будут ставить, дают по бобру на город. Рыбу вольно им ловить и продавать, только часть должны давать на город. Который казак умрет, или татары возьмут, а жены и детей у него не останется, то половину имения его староста берет на город, а другую отдает по душе. Днепровский порог, звонец, мещане держат за собою, и староста в него не вступается. Калиды на Рождество Христово, мещане и казаки дают старости по лисице или по кунице, а не будет лисице или кунице, то по шести грошей. С двух человек староста берет по подводе на поезд в Канев. Случится посол или гонец татарский, то мещане дают ему квартиру, а староста мед. Что касается старожести, степной и водяной и переезжания татарских шляхов, помещане обязаны стеречь, а шляхи переезжать вместе со старостными слугами. В 1538 году король позволил жителям Вильны построить мост на городские деньги с правом собирать пошлину с проезжих по пенязю своза. В том же году свеленцев потребовали было 500 коп грошей ордынщины, но они объявили, что по привилегиям своим платят только 80 коп, и король оставил эти привилегии в силе. Но когда потом веленцы, основываясь на своих привилегиях, хотели отбыть от нового мыта, наложенного на все вывозные товары, на три года по случаю войны московской, то король не исполнил их просьбы и велел платить мыта вместе с другими. В 1540 году дана была уставная грамота с вислочским горожанам и волосным людям, замечательная для нас по сохранившимся в ней названиям самых древних на Руси поборов. Так говорится, «А полюдья по полтора гроша с дыма осенью». В уставной могилевской грамоте 1561 года исчисляются подати, какие горожане должны были платить с каждого участка земли, приносящий известный доход, с домов, лавок, причем отличаются дома, находящиеся на рынке, от домов, построенных на улице. С первых подать больше, чем со вторых. Луга над Днепром отличаются от лугов на болотах. С первых также подать больше, чем со вторых. Грамота – это особенно замечательное определение, когда горожане могли приготовлять у себя хмельное питье, ибо в этих определениях сходились, как увидим, уставные грамоты городам Восточной и Западной России. Сытить мед вольно по нам семь раз на год, то есть к Спасову дню, к Вознесению, к Троицыну дню, к Успеневу дню, Николину, Петрову и Ильину дню. На каждый раз могут покупать меду не больше, как на два рубля грошей широких. Мещанам-могилевским вольно иметь двенадцать складов в год на праздники, причем также не могут сытить меду больше, чем на два рубля грошей широких. Кроме того, вольно всем мещанам для собственного употребления, а не на продажу, держать мед, пиво из ведома мытников, полить горелку к свадьбе сына или дочери и на коляцию. Кроме того, мещане могут полить горелку пять раз в год. К Рождеству Христову, к Масленице, к Великому дню, к Троицыну дню и к Николину дню осеннему. Однако они не могут каждый раз употреблять на горелку больше четверти солоду. В этой же грамоте говорится, что в силу нового постановления поручено войтовство мещанину Могилевскому Иосифовичу, а для лучшего порядка и управления установлено четыре сотника, из которых каждому поручена в управу известная часть людей. Войты никаких городских дел не могут решать без совета сотниками и другими главнейшими мещанами. Что касается цехов, то Сигизмунт Август в 1552 году дал Веленскому войту, бурмистрам и эрацам право старые ремесленные товарищества полегия опификум исправлять и учреждать новые, давая им привилегии, предписывая законы и обычаи. Никто в городе не смел заниматься никаким ремеслом, не будучи приписан к известному товариществу коллегиум сэу университас. В противном случае он подвергался тюремному заключению отнятию инструментов ремесленных конфискации движимой собственности. По челобитью жидов Стефан Батори в 1578 году предписал войтам, бурмистрам и эрацам всех городов, чтобы жиды судились правом земским, а не магдебургским. Мы видели, что еще при великом князе Александре в Бельской волости было постановлено, что землевладелец, который захочет установить у себя легчайшие работы и дани с целью переманить больше крестьян, подвергался пене в сто коп грошей. В 1551 году землевладельцы Витебского повета согласились между собою и постановили, на каких условиях жить у них вольным крестьянам. Каждый обязался водворять их не иначе, как по принятому в земле полоцкое обычаю, то есть крестьянин должен был давать пану четвертый сноб, который молотился при панском посланце, при том крестьяне должны были кормить посланцев панских и доставлять панскую долю в назначенное место. От пчел должны были давать панам половину меду. Каждое лето должны на панском хлебе работать на пана восемь толок. Два дня пахать паровое поле, два дня рубить лед, два дня косить сено, два дня жать рожь и всякие хлеба. Весною в течение недели строить на панском дворе новые хоромы или починивать старые, а зимой уходить на охоту и на рыбную ловлю. Если вольный крестьянин или похожий человек не захочет жить на четвертой доле, то должен круглый год работать два дня в неделю с косою, с охою, серпом, топором, с чем только будет приказано, да, кроме того, летом отработать восемь долог. А если вольный крестьянин захочет перейти к другому землевладельцу, то обязан заблаговременно летом уступить пану своему паровое поле и, явившись на мирской сходке, на первой неделе великого поста, ударившей челом и заплатившей выходную куницу, двенадцать широких грошей пойти прочь. Если б вольный крестьянин, живя в селе, допустил до расстройства свой дом или гумно, то, уходя прочь, должен поправить и обстроить, чтобы было так, как он сам застал. А если б кто поселил вольного человека на сыром корне, где прежде не было селить бы, не готового распаханного поля, то поселенцу должно быть дано десять лет льготы, по минованию которых он должен также давать четвертый сноб и нести все упомянутые высшие службы. Постановившие эти условия, землевладельцы объявили, что если кто-нибудь из них будет выдворять вольных людей, довольствуясь более легкими повинностями из желания заселить свое имение или в чем-нибудь нарушит устав и будет уличен, то платит королю пене пятьдесят коп грошей. Продолжение следует...